всем привет с вами ольга чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников вот сегодня 16 марта завтра у нас будет новолуние и я по своим суеверным таким соображением не сею в эти дни поэтому у меня выдалась свободная минутка чтобы подробно рассказать как получить здоровую крепкую рассаду в зимний период если раньше я снимала видео на эту тему но как выразиться мои слова были голословными то сейчас у меня есть что показать я хочу подвести итог всему вот этому полутора месячному периоду когда я выращивала рассаду все знают что тяжелее всего выращивать рассаду в зимний период именно ту которую мы хотим вырастить для получения раннего урожая вот у меня сейчас тут перед вами вы не взяла никакую казочку вот рассада которую я сеяла 29 января вот перец томат и еще раз томат и я хочу пройтись по всему списку по всем темам видео которые я выкладывала до этого я с января месяца начала выкладывать видео на тему как выращивать рассаду но каждое видео было коротенькое и было посвящено отдельному этапу там про тару про семена про посевы сейчас я все это вместе сложу как сказать в один пазл и расскажу во время одного видео урока что я делала все это время начала я конечно с подготовки тары я уже рассказывала что тару я каждый год мою самое главное условие чтобы не оставить грунт с прошлого урожая потому что там может могут быть болезнетворные бактерии тару мою за сезон два раза один раз мою перед посевом когда сею семена и второй раз мою когда пикирую я убираю грунт снова мой лоток и новый грунт я кладу вот каждый раз при пикировке вот эти я пикировала я меняю грунт и я считаю что замена грунта на свежий это залог успеха залог получения здоровой рассады потому что если мы будем сеять в ту же землю где ой пикировать в ту же землю где были посеяны семена то это не очень хорошо потому что там уже могут быть какие-то бактерии потому что сеем обычно в ранний период январь февраль земля холодная если там еще влага то может там появиться черная ножка меняя грунт я уже себя избавляю на 50 процентов от проблем по обработке потом рассада черные ножки дальше так тару мы подготовили помыли потом я рассказывал о том как я готовлю грунт грунт я готовлю всегда свой и каждый год у меня один и тот же рецепт грунта проверенный годами половина полевой земли дерновой где ни разу не выращивались никакие не цветы не не наши овощи ну короче это не огородная земля а именно полевая и половина перегноя добавляю туда золы добавляю туда когда хочу но когда бывает иногда яичные скорлупы иногда ничего не добавляю вот только черная земля и перегной все этот грунт у меня зиму стоит он промерзнет весной его заношу могу еще полить лоток марганцовкой я все это показывала могу фитоспорином иногда привикуром когда что про все эти обработки у меня есть видео по каждой отдельно все подготовим подготовив таким образом грунт я начинаю приступаю к посевам семена как обрабатывать я тоже показывала семена можно обработать можно не обработать если мне некогда обрабатывать семена я могу посеять просто сухими семенами и потом уже пролить все вместе с грунтом привикуром про привикур я говорила я им часто пользуюсь это средство помогает мне очень часто потому что она сильно хорошая вот в том случае когда надо убить бактерии и в земле и в семенах чтобы отдельно не заниматься обработкой грунта отдельно обработкой семен отдельно я пользуюсь привикуром это средство очень может помочь тем кто хочет заняться массовыми посевами а массовых посевах я тоже часто говорила это все реально я в одиночку выращиваю несколько тысяч корней рассады полторы тысячи оставляю себе остальное идет я выращиваю на заказ люди покупают так пропасть и про грунт я сказала про семена посеяли дальше важно очень важно соблюдать условия содержания вот этих посевов от этого тоже зависит здоровье наших вот этих вот сеянцев во время проклёвывания им нужен температурный режим высокий 23 25 будет хорошая температура семечки не взойдут даже хорошего качества никогда не перевлажняю не заливаю семена после посева чтобы грунт не был сильно мокрым потому что если будет особенно когда мы сеем зимой холодно еще и если мы еще польем в холодном и в мокром грунте всегда развиваются бактерии не нужно переливать и нужно дать им на первую неделю очень теплую температуру особенно перец перец и баклажан вообще рекомендуется 25 30 но мы редко когда можем в своем помещении сделать это ну поднимаю куда-то повыше и вот процесс вот этот вверх вниз идет постоянно на проращивание поставила поднимаю куда-то вверх только проросли нужно понижать температуру обязательно 5 6 градусов или ставим на подоконник или вниз спускаю в стеллаже все это я описывала для каждой темы есть свое видео опустили вниз когда вот только увидели петельки сразу опустили в холодный как как говорится холодный климат чтобы она не вытягивалась особенно томаты они подвержены вытягиванию они вообще это свойство на им они вытягиваются больше чем перцы дальше я снимала видео о том как первые дни вот маленькие маленькие эти сеянцы что с ними делать обязательно опрыскиваю обязательно прорыхливаю когда я показываю вот грунты вы видите что они все у меня взрыхленные нет никогда корки и нет никогда вот такого какой-то панцирь воздух доступ воздуха обязательно если вы не будете рыхлить не будет воздух поступать к растениям они никогда не будут красивые здоровые прорыхлили опрыснули все дальше пикировка как только появляется один-два настоящих лист нужно пикировать вот эти томата мне распикированы для загущен но как в загущенном виде можно распикировать в отдельные стаканчики можно распикировать еще раз вот как я в лоток распикировываю потом уже в отдельные стаканчики потому что я живу в сибири и у нас вот эти вот посадки мои я посеяла в январе они будут февраль март апрель они три месяца будут жить в комнатных условиях это очень долго около 100 дней и только в мае я их высажу скорее всего в теплицу поэтому я пикирую два раза потому что для каждого возраста томата нужен определенный объем грунта вот сейчас они маленькие им нужен маленький объем потом они подрастут через две недели можно будет больший объем грунта мне их придется пересадить и кто игнорирует вот этой двойной пересадкой это конечно ваше дело но обычно вот эта вторая пересадка больший объем она дает повышение качества рассады я согласна рассада вырастет в любом случае но какой она будет это зависит вот от всех этих мелочей от всех этих процедур все все это я показывала потом пришла пора когда провели пикировку можно уже первый раз подкормить про то что нужна ли подкормка вашей рассаде я тоже снимала видео отдельное по внешнему виду можно определить обойдетесь вы без подкормки или подкормка обязательно нужно пожелтение листиков там опадания листиков это все есть симптомы голодания смотрите видео заходите на мой канал там все все подробно я вот очень много видео выложила потом я показывала какими нужно средствами первую подкормку делать это обязательно конечно предпочтение жидким гуминовым агрикола всякий гумат калия биогумус стараться избегать первое время вот этих вот фабричных искусственных удобрений лучше всего удобрять натуральными гуминовыми удобрениями чтобы ускорить как результат вашей подкормки можно сделать корневую подкормку грунт полить и опрыскать листья все для самой маленькой рассады лучше брать меньшую дозировку чем инструкции обычно берут в два раза меньше когда растение очень маленькие нужно совсем совсем мало таким образом мы дошли до того периода когда вот этой рассаде у меня исполнился месяц ей месяц и неделя сегодня рассада у меня несмотря на то что сеяна рано в январе условия были вообще никакие как не было ни разу солнца она увидела первый раз солнце вот на на днях не было солнца не было столько тепла сколько нужно мы в частном доме живем и я не могу им обеспечить такую высокую влажность как они хотят такое тепло как они хотят столько солнца как они хотят но я вот своими своей же заботой ежедневными вот этими ухаживаниями я все-таки восполняю стараюсь восполнить им этот недостаток и создать им условия хотя бы немного приближенные к тем которые они хотят и в результате конечно я получаю здоровую крепкую рассаду но еще один секрет я выбираю для ранних посевов только те сорта которые не вытягиваются в рассаде я уже они говорила вот здесь у меня смешанные посадки разные поэтому разная высота вот тут у меня петруша огородник потом госпожа удача настенька сибирская тройка еще такой же димидов жиростойкий алтайский сюрприз все эти сорта я использую для получения раннего урожая для выращивания для посева в ранние сроки и остановилась я на них испытав много много даже несколько сотен сортов только потому что они не тянутся в рассаде вы видите они коренастые с толстыми стеблями также для получения для первых посевов сломался листик использую выращивание перца с пикировкой он получается так коренастее он немножко тормозится наращивание зеленой массы и результатом я довольна вот нынче в этом году смогу вам показать ни одного сеянца у меня не погибло вся рассада выросла крепкая зеленая здоровая но я каждый день ухаживаю за ней или опрыскиваю или рыхлю или поливаю или пересаживаю потому что у меня их много если у вас маленькое количество рассады и вы хотите вырастить получить богатый урожай вырастить качественную рассаду это очень просто главная забота уход любовь любите свои растения создавайте им условия комфортные и они обязательно ответят вам взаимностью и дадут вам богатый урожай я желаю всем хороших всходов богатых урожаев и пользуюсь вот так такой таким случаем раз я уж тут появилась сразу хочу извиниться потому что я не профессиональный видеоблогер я ничего этого не умею не умею монтировать я что такое плейлист узнала в этом году первый раз я вот истинно стопроцентная огородница но не блогер не блогерша ничего этого я не знаю все я делаю на бегу все снимаю в попыхах извините за плохое качество видеороликов моих тороплюсь оговариваюсь никогда не переснимаю виде видеоролик второй раз выкладываю как есть но я надеюсь даже с моими оговорками когда я говорю вместо читаю литературу говорю читаю температуру вы надеюсь понимаете что я говорю то что из одного слова никогда не буду переснимать у меня просто нет времени у меня постоянно вот эта забота о растениях я считаю что здоровье моей рассада мне дороже чем качество видеороликов но так как они предназначены для начинающих я думаю вы поймете меня а тот кто сильно опытный сильно умный но ему наверное мой канал конечно не нужен это вот именно для новичков вот эти бабушкины ролики я ничего этого не понимаю в видео мастерстве в видеоблогерстве снимаю так как есть но от души и я думаю если вы будете слушать мои советы те кому они действительно нужны у вас тоже все получится простите меня за эти за огрехи за ошибки за оговорки но как получается так получается но я действительно все это делаю от чистого сердца от души и кто если цепляется к словам не так ударение один раз сказала помидорка говорят нет слова такого помидорка неграмотная а у меня раз есть помидорка значит есть такое слово главное чтобы помидорка выросла крупная здоровая и вкусная все желаю вам всем богатых урожаев так как я работаю одна мне придется сейчас удалиться и только после этого выключу